Пожалуй, что уже ни для кого не секрет, что Ради Хабиров готовится к встрече с Владимиром Путиным. С прошлой недели Хабиров и ближайшее его окружение находятся на самоизоляции в преддверии приезда главнокомандующего. Так уж получилось еще с рахимовских времен, что Владимир Путин недолюбливает Башкирию, приезжает сюда крайне неохотно, редко. А еще есть одна пикантная деталь. Приезжая в Магнитогорскую область, Владимир Путин вынужден приземляться на землю, которая формально находится на территории Башкирии. А по протоколу положено, чтобы встречал главу государства тот губернатор, на чью землю он приземлился своим самолетом. Соответственно, придется хлеб-соль держать Хабирову. Ну, это мое предположение. Есть много версий вот этой поездки, приезда Путина в Башкирию. Кто-то говорит, что он тут приедет открывать цементный завод, что маловероятно на самом деле. Кто-то даже расфантазировался, что Владимир Путин на 15 августа взберется на гору Куштау, чтобы отметить вместе с башкирским народом победу над мракобесием, дураковатой властью и олигархами. Все это мне представляется маловероятным. Естественно, Путин на Куштау не полезет. Да и более того, приезжает он сюда не 14-го, 15-го, а 8-го августа. Но так как все это покрыто мраком тайны, и дядя майор из ФСО строго-настрого запретил Радио Фаритовичу распространяться на эту тему, Хабиров вчера на оперативном совещании, которое он проводил дистанционно, объяснил свое отсутствие следующим образом. Цитирую. «Мы с Андреем Геннадьевичем начали много ездить, потому решили время от времени проводить в режиме ВКС наше совещание». Ну, в общем, вот так вот мило Хабиров отмазался, объяснил свое отсутствие заточения в Зауралии, но факт остается фактом. Самый верхний слой башкирской власти с тревогой и опасением ожидает встречи с главнокомандующим, с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на башкирской земле. Вообще, на вчерашней оперативке было много забавных эпизодов. Один из них – это звонок Хабирову прямо в прямой эфир. И, в общем-то, первый раз такое случилось. Хабиров что-то задергался и потом говорит в самом начале оперативки. «Ой, мне тут Марат Шакирьянович звонит». Суть по всему, речь шла про вице-премьера федерального правительства господина Хуснулина, который курирует строительный блок. И, в общем, Хабиров убежал, передав бразды правления Назарову, который нехотя перешел к общей повестке. И первый вопрос, как обычно, был вопрос о COVID-19. Министр здравоохранения, вице-премьер правительства и орденоносец Забелин довольно вяло рассказал нам о том, что заболело в республике уже 48 769 человек, 1215 человек на 100 тысяч населения. Сообщил нам о том, что вакцинирован первым компонентом вакцин он уже 940 тысяч человек, вторым компонентом 688. Максим Васильевич не стал говорить нам о том, что наряду с тем, что растет число вакцинированных в республике Башкортостан, одновременно с этим мы бьем все рекорды по заболеваемости и по смертности с самого начала пандемии. За последние двое суток на момент отчета господина Забелина умерших в Башкории от COVID-19 было аж 17 человек. Как вяжется рекордная заболеваемость и рекордная смертность с ростом вакцинированных совершенно непонятно. Максим Васильевич умолчал о том, что именно сейчас начинается как раз период, который можно считать постинкубационным после фолкариады, ну и так далее, и так далее. Много о чем умолчал Максим Васильевич, но разрозненная информация из открытого пространства нам дает пищу для размышлений. Вчера, например, прозвучала из Петербурга цифра о том, что среди заболевших в Петербурге 1,7% это вакцинированные. При этом на фоне того, что, например, у нас вообще заболевших в Башкирии 1,2% от населения, вот эти цифры между собой ну как-то вообще не бьются. Ну ладно, хорошо, оставляем это на совести Забелина, мы уже почти начинаем привыкать к его совершенно бессвязным докладам, которые не несут информацию, а несут только сотрясение воздуха. Именно в момент, когда Забелин заканчивал свой первый доклад на этой оперативке, вернулся в эфир Хабиров, видимо, он обсудил все важные вопросы с господином Хуснулиным. Поэтому Хабиров, резюмируя доклад Забелина, сказал, что его смущает ситуация с вакцинацией в отдельных районах республики Башкортостан, и потом он это намерен обсудить. Второй доклад, как обычно, был доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Первым дали слово Морзаеву, и тут Морзаев начал уже откровенным образом копировать своего предшественника Бориса Беляева. Начнем с того, что Морзаев сообщил нам о том, что в Багдаде все абсолютно спокойно, и было всего два отключения воды, но все преодолено, отрасль работает стабильно, и весь доклад господина Морзаева длился ровно одну минуту. Помните, да, как Борис Беляев ставил рекорды, у него было и 47 секунд, и 45 секунд. Ну, в общем, свалки у Морзаева не горят, крыши у него не текут, и стопроцентное игнорирование всех каких-либо проблем в отрасли. Вот как бы я перефразировал его благостный доклад. Однако, господин Морзаев еще появится на этой оперативке с очень любопытным докладом. Министра транспорта и дорожного строительства в этот раз на оперативке не было. Мистер Битом куда-то, видимо, отбыл по делам. Выступал его заместитель, привычный нам уже Жульков Виктор Михайлович, который привычно сообщил о том, что темпы дорожно-транспортных происшествий, количество пострадавших и погибших не снижаются в Республике Башкортостан. И, как бы уже, наверное, смешно было бы говорить о страшном, о том, что количество погибших в этом году не будет таким, каких требует, показателей требует и Путин, и Хабиров от своих подчиненных. Третьим докладом был очень важный и интересный доклад господина Забелина, опять же, о ходе реализации нацпроектора здравоохранения в Республике Башкортостан. То есть, ну, вот это глобальная проблема. Максим Васильевич бодро начал докладывать нам о том, как он не выполнил половину из показателей проекта здравоохранения по Республике Башкортостан. Несмотря на то, что господин Забелин делал вид о том, что он достиг успеха в своих начинаниях и своей деятельности, он вынужден был констатировать, что недостигнуты показатели по основным вопросам вот этого проекта здравоохранения, по основным параметрам и основным проблемам вообще в здравоохранении в Российской Федерации в Башкирии результата нет. Это смертность от ишемических болезней, показатель не достигнут, смертность от онкологии, показатель не достигнут, младенческая смертность, показатель не достигнут, обеспеченность врачами населения не достигнута, обеспеченность средним медперсоналом не достигнута. Также не достигнуты показатели в области эффективности электронного документа оборота в медицинской области. И не удалось Максиму Васильевичу до нужного уровня довести численность медиков, регулярно повышающих квалификацию. Также в Башкирии не достигнут показатель по необходимой доле лиц, проходящих регулярный медосмотр. Максим Васильевич был вынужден констатировать, что отток врачей только из Уфы в 2021 году составил 170 человек. Что уж там говорить про районы. При этом основным достижением господина Забелина, как мне показалось, было то, что он заверил руководству республики в абсолютном успехе освоения бюджета вот этого проекта здравоохранения. Но тут кто бы сомневался. 2,6 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда рублей – это деньги федерального бюджета, Максим Васильевич уже освоил на 63%. И, как он заявил, цитирую дословно, рисков освоения финансовых средств не имеем. Я не знаю, что он имел в виду. Рисков освоения или рисков неосвоения, но прозвучало это именно так. Зато у жителей республики Башкортостан все возрастают риски умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологии, от заболеваний дыхательных путей. А у младенцев растет риск не дожить даже до года. Вот, собственно, результаты деятельности господина Забелина на посту министра здравоохранения, на посту вице-премьера правительства, ну и вообще вот этого орденоносца Забелина в качестве руководителя области здравоохранения в республике Башкортостан. Я не знаю, о чем думал господин Забелин, делая вот этот доклад. Может быть, он надеялся, что никто не будет внимательно слушать, может быть, никто не поймет, о чем он говорит. Но, повторюсь, по основным параметрам, основным проблемам здравоохранения и основным причинам смертности по Российской Федерации в республике Башкортостан полный провал. Я намеренно опускаю два доклада из оперативного совещания. Это доклад о грядущей переписи населения. В этом докладе не было ничего, кроме хронологии самой переписи. И второй доклад – это доклад директора Международного аэропорта УФА господина Андреева о результатах работах и перспективах развития. Ну, этот доклад интересен только специалистам. Единственное, отмечу, что Хабиров как ребенок радовался тому, что господин Андреев уверил, заверил руководству республики, что он во что бы то ни стало восстановит рейс до Вены из Уфы. Вот тут Хабиров стал подпрыгивать и радоваться как дитя. Завершилось оперативное совещание. Очень важным вопросом. Шестым вопросом был вопрос о мероприятиях, направленных на подготовку к отопительному сезону 2021-2022 годов. Доклад делал, естественно, министр ЖКХ господин Морзаев. Начал он довольно вяло, рассказывая о том, что у него график испытаний, что у него план подготовки, что у него контроль и бла-бла-бла-бла-бла. Но дальше началось интересное. Господин Морзаев заявил, что теперь администрации муниципалитетов обязаны отчитываться о стопроцентной исправности приборов учета тепла. Вот, как говорится, не было муниципалитетом печали. Морзаев переложился с больной головой на здоровую, но если можно так говорить о голове муниципалитетов наших башкирских, ну, в общем, теперь он свалил на них эту обязанность. И таким образом теперь Морзаев будет нам гарантировать, что случаев расчета по нормативам вместо расчетов по счетчикам в Республике Башкортостан больше не будет. Заявив о том, что в Башкирии 18 тысяч многоквартирных домов и 16 тысяч котельных, Морзаев тут же оговорился, что только 13,5 тысяч оснащены общедомовыми приборами учета. То есть оставшиеся 4,5 тысячи многоквартирных домов не оснащены вот этими приборами учета. Их ждет вся та же судьба, что и в прошлые годы, когда им будут насчитывать отопление по нормативу. Это раз. Еще мы узнали, что из 18 тысяч многоквартирных домов только в 6 тысячах 300, то есть примерно в 30% стоят дистанционные общедомовые приборы учета. Те, которые в состоянии передавать данные без участия операторов, данные о потреблении тепловой энергии. Далее господин Морзаев впустился в смутное обсуждение, рассуждение о том, что он создает зачем-то какие-то тепловые инспекции. Ну, как бы дело не дошло до теплового спецназа. Ну, в общем, все это какая-то административщина над административщиной. Далее, значит, там опять вернулись к этим паспортам готовности домов, которые должны быть получены всеми домами к 15 сентября и так далее, и так далее. Что бросалось в глаза, особенно в докладе господина Морзаева, на важнейшую для Башкортостана тему? Господин Морзаев ни словом не обмолвался о том, что он хоть как-нибудь работает над тем, чтобы снизить тариф на отопление в республике Башкортостан. Судя по всему, вот этот тариф, который является камнем преткновения, который самый высокий по России, который непонятно чем обоснован и принят был еще Рустамом Хамитовым перед самым уходом с его должности, вот этот тариф и является неким золотым руном. Тем, что приносит сверхприбыли и с бытовым компаниям, и сидящим вокруг этого пирога чиновникам. Они его охраняют. Господин Морзаев тоже не собирается ни обсуждать, ни тем более снижать тариф на отопление в республике Башкортостан. Вот это главный вывод из всего его бестолкового доклада об этих вот цифрах, тепловых инспекциях и прочей билиберде. Господин Морзаев посажен охранять самый высокий тариф на отопление по Российской Федерации, который действует в республике Башкортостан. Лично для меня очевидно, что сезон отопления 2021-2022 будет еще более дорогим для жителей республики Башкортостан в денежном выражении. Кроме всего прочего, что-то мне подсказывает, что этот сезон будет сопровождаться авариями и отключениями тепла. Чего, слава богу, не случалось в предшествующие годы, но сейчас конъюнктура и ситуация в этой отрасли складываются таким образом, что, судя по всему, без серьезных проблем и отключений в этот сезон нам не обойтись. И все это будет, естественно, под руководством мудрым управлением налоговика из Осетии господина Морзаева. Так как оперативное совещание было очень коротким и малонасыщенным какими-то интересными докладами, я решил дополнить этот эфир новостями города Уфы. Ну, нельзя уж совсем делать короткие выпуски, да и наши зрители стали жаловаться, что они стали сокращаться. Давайте к делам уфимским. На минувшей неделе разрешилась ситуация с домом на Шатару ставили пять. К моему удивлению, стороны пришли к вполне себе гармоничному решению. ПСК-6, которая требовала 750 миллионов компенсаций с города и грозила поставить на колени городской бюджет, отказалась от своих требований на эту сумму в обмен на возможность дальнейшей застройки этого квартала. То есть, сделка выглядит примерно так. ПСК-6 не возводит дом на Шатару ставили пять, а на этом месте будет возведен некий парк. ПСК-6 не взыскивает с города 750 миллионов затрат и ущерба, которые компания понесла в результате вот этой странной, безмозглой деятельности городской администрации. За это ПСК-6 получает право и гарантии от города на то, что в этом микрорайоне, в этом квартале будет возведено некоторое количество жилья, при этом это будет сопровождаться расселением бараков. На мой взгляд, это абсолютно здравое взвешенное решение, и более того, это единственно возможное решение, которое бы позволило не разорить городскую казну или не разорить одного из крупнейших застройщиков в Уфе и в республике. Отмечу про себя, что строительство дома на Конституции 5 продолжается, уже возведено 12 этажей, дом будет достроен, и вот эти вот Настенька, Аллочка и прочие-прочие, и же с ними могут сушить свои розовые лифчики в каких-нибудь других дворах. В этом смысле у них ничего не получилось. Немножко припозднились они вот с этим наездом на ПСК-6, и в общем-то у них ничего не выгорело. Но, наверное, будет урок другим, тем, кто хочет подключиться к какому-то троллингу, где-то вырвать, урвать, договориться и чего-то добиться. Надо сказать, что эта группировка разгромлена на голову, эти девочки не получили ни мандатов, ни каких-то там плюшек материальных и моральных, да и, собственно, лифчики им теперь больше сушить негде. Еще одним примечательным событием явилось то, что в отношении группы компании «Госстрой» некоторых юридических лиц, входящих в эту группу компанию, которые были аффилированы с господином Бадиковым, возбуждено уголовное дело по 159-й статье «Мошенничество». Речь идет о жилом комплексе «Московский», и следствие расследует, пока еще расследует, судьбу 820 миллионов рублей, которые дольщики передали господину Бадикову, а вернее его компаниям, для возведения жилья. Жилье было не построено. В общем, следователи подозревают, что здесь есть состав 159-й статьи «Мошенничество». Странная реакция господина Бадикова, который через СМИ распространил свои претензии почему-то к кому угодно, только не к самому себе. Он почему-то обвинил компанию «Садовое кольцо» в том, что она нерадиво достраивает его объекты, хотя на самом деле это не связанные совершенно процессы. Я вообще удивлен тому, как медленно реагировали дольщики в этой ситуации, и почему они вот только сейчас написали заявление «Следственный комитет», подозревая, что Кирилл Владимирович где-то их там немножко обманул. Собственно, вот эти 820 миллионов дольщиков ЖК «Московский» это малая часть того, что собрал Бадиков и его компании в процессе своей деятельности. Напомню, что Кирилл Владимирович не достроил ни одного жилого комплекса из тех, что начал. А начал он их довольно-таки много. В приватных беседах строители, застройщики города Уфы говорили мне, что им всегда казалась странной вот эта схема, когда господин Бадиков, не достроив один комплекс, начинал строить второй, не достроив два, начинал строить третий и так далее. Не могу сказать, что это однозначная пирамида, но так называли эту схему сами застройщики, подозревая, что здесь что-то неладное с деньгами. Но, собственно, следствие покажет, как говорится, являлись ли действия господина Бадикова обыкновенным мошенничеством или неумением вести бизнес, и человек просто разорился, не сумев рассчитать все вот эти вот риски, затраты и прочее, прочее. Ну, повторюсь, довольно странно выглядит попытка господина Бадикова свалить на кого-нибудь проблемы компании «Госстрой», группы компании «Госстрой», потому что те действия, которые вменяют сейчас ему в вину дольщики и Следственный комитет, происходили задолго до того, как здесь появилось вообще, в принципе, какое-либо кольцо, тем более садовое кольцо. Надо отметить, что совсем еще недавно в декларации господина Бадикова, депутата Горсовета, было множество земельных участков, в том числе дорогих, было движимое и недвижимое имущество, в том числе дорогостоящие плавсредства, катера, и теперь, загадочным образом, это все оттуда исчезло. В общем, вот тут надо разбираться следствию, куда делись активы, ну, как в любой такой ситуации, когда сначала собрали большую кучу денег, а потом она куда-то делась, и из нее ничего не выросло, вот тут надо выяснять, куда и что двинулось. Ну, на мой взгляд, даже странно, что дольщики, повторюсь, «Госстрой» подали свое заявление так поздно. Наверное, это надо было сделать год-полтора назад. В общем, будем наблюдать эту ситуацию, будем с иронией относиться к попыткам господина Бадикова и некоторых СМИ в республике выставить это все как какую-то трагедию несчастного Кирилла Владимировича. В общем, будем посмотреть. Я надеюсь на справедливое разрешение этой ситуации. Я не призываю к чьей-то крови, к посадкам и прочим вещам, но за свои поступки принято отвечать. Помните, на прошлой неделе загорелась свалка в Черкасах? А еще раньше Хабиров шумел, кричал, что уволят все руководство спецавтохозяйства, если еще раз загорится свалка в Черкасах. Так вот, совсем на медне администрация Уфы заявила, что она не намерена никого увольнять из числа руководства спецавтохозяйства. Я, честно говоря, обалдел. Думаю, так, стоп. Греков оперился? Или Греков понял, что необязательно исполнять все сумасбродные указания бесноватого губернатора? Я не понял, что это, бунт на корабле? Может быть, Греков думает, что если Хабиров находится в Заурале и будет там сидеть до 8 августа, то ему за это ничего не будет? Ох, я вот прямо с замиранием сердца буду ожидать, чем же все это закончится, потому что вот этот вот, который нам все время обещают кишки вырвать по поводу и без повода, в данный момент это конкретно для него проверка. Если у Грекова вот это прокатит, то это можно делать будет всем. Я очень благодарен нашим зрителям и подписчикам за то, что они внимательно смотрят наши передачи, что они услышали мою просьбу ставить лайки под нашими видео. Это несложно. Это всего лишь щелчок мышкой. Это анонимно, это бесплатно. А для нас это очень важно, потому что это продвигает канал, позволяет увидеть наши выпуски большему количеству людей и увеличивает нас, улучшает нашу позицию внутри Ютьюба. Так что не ленитесь, щелкайте мышкой, делайте хорошо каналу, а мы будем стараться делать для вас все более интересные и интересные выпуски. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!